Виртуальные приборные панели сейчас есть у многих автопроизводителей. Не отставать от конкурентов решила и компания Hyundai, которая показала видео хоть и не готового интерфейса, но процесса разработки. Интересно, что автомобилем-демонстратором выбран недобравшийся пока до России хэтчбек i30. В компании считают, что инновации должны быть доступны не только премиум-сегменту, но и массовым моделям. Кнопки на руле инженеры Hyundai заменили двумя сенсорными панелями, графика на которых меняется в зависимости от пункта меню и параметров движения. А роль приборной панели играет многослойный дисплей MLD. Если быть точным, то слоев пока два. Расположены они в 6 мм друг над другом. Это позволяет имитировать объемные картинки и создавать разноуровневую графику, показывая важнейшую информацию вверху. Компания Hyundai не раскрывает, когда и на какой модели представят свой новый медиа-интерфейс. Российский автомобильный рынок топчется на месте. По итогам первого квартала Ассоциация Европейского Бизнеса насчитало снижение продаж на 0,3%. Февраль принес заметное снижение, что было скомпенсировано некоторым оживлением в марте. Напомним, что в прошлом году российский рынок вырос почти на 13%, и прогноз Ассоциации на этот год сдержанный рост на 3,5%. Как выразился председатель комитета автопроизводителей АЕБ Йорк Шрайбер, рынок еще выбирает направление движения в этом году. Кумулятивные продажи в первом квартале были почти на уровне прошлого года, но достигнуты значительно большим усилием участников рынка, так как покупательский спрос пока отстает от темпа, заданного год назад. Многократный рост показали китайские Джили и Хавейл. Уверены растут Порше, Вольво и Джип. В минусе – Лексус, Форд, Пежо и Ситроен, а также Хонда. Прекращение производства фургонов Sprinter Classic в Нижнем Новгороде плохо сказалось на статистике коммерческих мерседесов. Смарт постепенно сворачивает присутствие на рынке, а Сангьонг и вовсе сошел на нет. Сангьонг